приветствую вас дорогие друзья на канале психологии спорт и тема сегодняшнего видео ролика алименты вы знаете яган снимал несколько видео сюжетов о том что алименты они наносят вред мужчине и вообще не полностью не нужны я сегодня расскажу две интересные истории обе взяты из реальной жизни а также я расскажу о том что иногда алименты необходимы а иногда при помощи алиментов женщины просто выставляют мужчин на деньги и так история первое когда алименты необходимы это опять же мой чисто субъективный взгляд вы можете с этим как согласиться так и не согласиться я знаю одну женщину которая в одиночку воспитывает ребенка инвалида да она работает она живет с родителями родители ей помогают но тем не менее лично у меня у самого была мать инвалид и поэтому я знаю сколько денег нужно на лечение инвалидов потому что государство откровенно наплевать на инвалидов поэтому семьи в которых есть инвалиды эти семьи выкручиваются как только могут и в этой ситуации зная то что эта женщина не блять зная то что она живет одна по сути дела без мужчины ей конечно же тяжело ей надо заработать деньги себе на жизнь заработать деньги чтобы содержать ребенка тем более что ребенок нуждается постоянном лечении и в этой ситуации я хочу сказать что именно в такой ситуации алименты действительно необходимы потому что если мужчина сам не лечит больного ребенка не точнее не оплачивает лечение больного ребенка то тогда я думаю что он действительно должен платить алименты почему они развелись я не знаю эту тему я затрагивать не буду но факт остается фактом по крайней мере алименты ей приносят хоть какую-то материальную поддержку в ее тяжелой ситуации и и вторая история вторая история такая один парень женился на девушке у них не сложилась семья ребенок у них здоровый слава богу но тем не менее получилась следующая ситуация они развелись наш гуманный суд конечно же ребенка оставил вместе с матерью парень женился на другой девушке уже второй раз вот эта вот женщина с ребенком она вышла замуж за другого мужчину в результате что получается мужчина который взял ее с ребенком он не признал отцовства у них сейчас есть уже второй ребенок но тем не менее первый мужчина который неудачно женился он вынужден платить алименты поскольку по закону он является отцом первого ребенка поэтому он живет с другой женщиной и платит алименты своей первой бывшей супруге я считаю что в данной ситуации поскольку ребенок живет полноценной семье тем более что у них официальный брак и я считаю что здесь с помощью алиментов просто высасывают деньги из мужчины вот в этой ситуации я думаю что алименты не нужны потому что ребенок полностью обеспечен но по крайней мере ребенку дают регулярно видеться с отцом и под конец этого видео я хочу рассказать немножечко о третьей истории когда ребенку не дают видеться с отцом история такая жена подловила мужчину на измене устроила грандиозный скандал они развелись ребенка конечно же оставили с матерью и сейчас она не дает своему отцу видеться с своим ребенком но при этом она подала на алименты и он платит алименты он уже пытался обратиться и в суд и в правоохранительные органы но тем не менее свиданий как не было так и нету и к сожалению никто ничего не может с этим поделать эту женщину я знаю достаточно хорошо она очень такая упрямая вот она как сказала не будет у вас никаких встреч с ребенком это мой ребенок а не твой но тем не менее алименты она с него получает с этого мужчины и здесь я считаю что тоже достаточно несправедливые ситуации потому что если ты не даешь видеться с ребенком если ты не дает не даешь возможность участвовать в воспитании пускай и бывшему мужу но все-таки отцу этого ребенка зачем с него ты требуешь алименты тем более что эта женщина живет в неофициальном браке с другим мужчиной то есть ребенок явно полностью обеспечен вот здесь конечно тоже такая ситуация когда с помощью алиментов женщины явно высасывают деньги с мужчин поэтому ситуации в жизни бывает очень много ситуации разные иногда я думаю алименты действительно нужны особенно в те моменты когда требуется срочно деньги на лечение ребенка и лечение это неотложное как было допустим в первой ситуации а иногда при помощи алиментов и несовершенстве нашего законодательства из мужчин просто высасывают деньги если ты женился у вас там что-то не получилось то мало того что бывшая жена настроит вашего ребенка против вас то есть будет говорить все негативные мысли и это хорошо если ребенок вырастет и начнет встречаться со своим отцом для того чтобы просто понять что это за человек вы знаете вот как например я сам вырос без отца я хорошо понимаю то что женщина говорит только то что ей выгодно но у меня немножко другая ситуация моя мать вдова мой отец погиб поэтому когда я вырос я стал искать тех людей с которыми работал мой отец которыми он вместе учился попытался найти его бывших сослуживцев и у меня со временем сложилась более полная картина моя мать никогда не говорила о том что мой отец козел там то что такой секой но тем не менее она все равно говорила то что выгодно ей я не знал всей полноты картины я узнал всю полноту картины только тогда когда стал взрослым но ведь бывают ситуации когда мать откровенно ненавидит своего бывшего мужа и она начинает ребенку наговаривать всякие гадости о том что на самом деле не является правдой и поэтому не все дети когда вырастают они начинают искать истину некоторые могут прожить всю жизнь думая о том что их отец был полным подлецом хотя на самом деле он мог оказаться очень положительным человеком и в этом ключе платить алименты той женщине которая выставляет тебя под лицом я считаю это ну как минимум несправедливо поэтому опять же повторюсь то что я говорил в начале это было мое чисто субъективное мнение я рассказал реальные факты из жизни реальные факты из своей биографии о том прав я или не прав судить конечно же вам перед вами я был максимально честен если вам понравилось данное видео поставьте лайки подписывайтесь на мой канал подписывайтесь на канал и агана удачи вам в личной жизни и дай бог чтобы ваша семья всегда была крепкой